Следственным отделением Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовных дел в отношении группы лиц с участием несовершеннолетнего, которые обвиняются в неоднократном хищении железнодорожного имущества. В сентябре прошлого года в дежурную часть поступило заявление от руководителя железнодорожной организации о том, что в ходе осмотра подконтрольной территории было выявлено отсутствие металлических грузов грузокомпенсации на опорах контактной сети. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены лица, похитившие железнодорожные детали. Ими оказались трое жителей Республики Мордовия, одним из которых является несовершеннолетний. Установлено, что молодые люди в период с июля по сентябрь 2020 года совершили хищение 105 грузокомпенсаторов с опор контактной сети. Всего правоохранителями выявлено 5 эпизодов их противоправной деятельности. Похищенные злоумышленники сдавали в пункт приема металлолома, а вырученные денежные средства делили между собой. Сумма причиненного организации имущественного ущерба составилась выше 27 тысяч рублей. В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренным пунктом А, части 2, статьи 158 УК РФ, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также части 1, статьи 150 УК РФ, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления направлены в Розаевский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурантам избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Светлана Трофимова, инспектор направления по связям со СМИ Розаевского линейного отдела МВД России на транспорте.